О ремонте дорог, космическом конкурсе и поэтическом мероприятии подробнее расскажет Дарья Ефимова. Наш эфир продолжит постоянная рубрика городовой. Автомобилистам не проехать. В магнитке продолжаются дорожные ремонты. Движение транспорта вновь ограничено по улице Чкалова. Проехать не удастся по северной стороне Чкалова. Движение ограничено на участке от улицы Луначарского до Фрунзе. Автосообщение обещают возобновить 17 июня. Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут. Прочли стихи, исполнили гимн. В сквере Лермонтова состоялся литературный праздник «Город и поэт». Собравшиеся вспоминали лирику прошлого и познакомились с современной. На импровизированную сцену вышли любители поэзии от мала до велика. На литературный праздник приехали даже гости из Белорецка. Среди них и Александр Рябов. Для выступления он выбрал знаменитую песню о брезентовой палатке Бориса Ручьёва. Песня о брезентовой палатке довольно интересное произведение, потому что в этом стихотворении показана воля народа. Не зря же Бориса Ручьёва называют первым писателем, то есть строителем. И мне кажется, в его строках заложены все основы того, как строилась магнитка, как происходило всё строительство и вообще как люди жили. Праздник «Город и поэт» уже стал традиционным для магнитки. В этом году он прошёл в третий раз. Приурочили мероприятие ко дню рождения Бориса Ручьёва и 90-летию города. Да, имя звезды Международный астрономический союз объявил конкурс принять участие. В нём могут все желающие. Такой конкурс астрономический союз проводит второй раз. Придумать названия нужно для звезды и планеты, которые находятся в созвездии Большой Медведицы. Имена должны быть связаны общей темой. Лучшие варианты будут признаны в качестве полноправных названий. Их опубликуют с указанием авторства. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте. Дарья Ефимова, Александр Моргунов, информационная служба Медиагруппы Знак.